Простите, скажите, пожалуйста, вот, ну, скажем, в монастырях, все понятно, монахи, послушники, на любое дело берут благословение, у настоятелей, а вот простым мирянам. Иногда вот читаешь, ну, переписывал какого-нибудь известного, ну, Амросин, например, с его духовными чадами, и понимаете как, и не понимаешь, на что надо власть в рай благословении, на что нет, потому что, ну, насколько вот, ну, с моей точки зрения, мелочные какие-то обычные, обыкновенные дела, вот, Ну, вот, нужно брать благословение или нет? Хорошо. Мы, миряне, допускаем большую ошибку, когда пытаемся перенести устав монастырской жизни на свою жизнь. Это неверно. Только в монастырях или там, когда был, например, живёт старец и с послушниками, которые живут при нём, они только брали благословение на всё. Для мирян этот метод, этот образ жизни не подходит решительно. Вы учите, слышите, я сказал, решительно. Почему? Я говорю, избавь Бога от себя говорит. Об этом настойчиво пишет святитель Игнатий Бринчанинов. Об этом настойчиво пишет святитель Феофан Затворник. Они настойчиво говорят, что наше время – это их, это XIX век, на самом деле это ещё раньше даже – это время жительства не по послушанию, а по совету. А вы понимаете разницу? А совет, прибавляя святитель Игнатий, можно исполнить, можно не исполнить. И тот человек, который даёт совет, он никогда не обидится. Почему? Потому что он прекрасно понимает, что все обстоятельства не может человек выложить ему, что он душа его не видит. По совету. А за советы мы обращаем, в мелочах мы никогда не обращаемся. За совет обращаются, когда решаются вопросы серьёзные. Поэтому во всех прочих вопросах никаких благословений не надо брать. А брать, если благословение так, вот хотите, собрались поехать в Москву, например, представляете? Так? И если вы хотите взять батюшка, благословите, помолитесь. Не в том смысле просите, ехать или не ехать, а в том смысле, что помолитесь, благословите, я еду. Потому что отношение мирян со священником – это отношение совета, а не послушания, которое имело место в древних монастырях и отчасти сохраняется в последующих. Вот так. Так что миряне живут в лучшем случае, если найдёте священника, которого уважаете, и которого понимаете, что он разумный, и который может дать вам совет, обращайтесь за советом. Но никак не тем, что мы называем послушанием, а в мирском языке это называется приказом. Приказом начальника в армии приказал – всё в порядке. Но у нас всё послушание называется. Но это одно и то же. Приказ. И в монастыре тоже благословляю – всё это приказ! На самом деле, только слово другое. Так что можете быть спокойны. За советом, если какой-то серьёзный вопрос, пожалуйста, посоветуйтесь с кем? С тем, от кого вы надеетесь получить разумный совет. Разумный совет! А не какой-то приказ. А то вы иногда знаете, вот был случай, то есть случаев таких очень много. Ну, например, тот, который произошёл, вот мне рассказали. Одна девушка, там очень красивая, всё. Ну, пришла к духовнику, не скажу, какому, потому что, знаете, так. Вот, ну, сказал замуж. Говорит, хорошо. Отодвигает занавесочку. И такого ей жениха! Она чуть в обморок не упала. Но вышла замуж, потом два года рыдала и плакала, пока не привыкла. А почему? Кто ж так делает? Ты что, в послушании, что ли? Ты что, монахиня? Ты приходишь уже за приказом. Если бы ты выбрала себе уже, договорились с женихом, с кем-то, пришли, батюшка, благословите, вот мы вступаем в брак. То есть, помолитесь. Вот что такое благословите. А не требовать приказа, как будто батюшка уже знает волю Божию, и сейчас вам всё скажет на свете. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok